По обращениям граждан, которые приходят в приёмную президента страны, можно порой изучать географию. В пятимиллионной Кубани сотни больших и малых населённых пунктов. И у каждой территории свои проблемы. Но едут жители районов на приём к губернатору не всегда с личными вопросами, а от имени общественности. Людмила Горбенко из хутора Краснострелецки Ленинградского района приехала просить, чтобы отремонтировали и открыли детский сад «Тополёк», ближайший за пять километров. Проблема у нас – не работает детский садик. С 2006 года он работал, но когда колхоз ещё существовал, колхоз развалился и закрылся детский садик. Два хутора, конечно, нуждаются, и мамы на работу уже не ходят, дети, и неподготовленные дети к школе. Это уже очень важно для детей сейчас и для взрослых. Этот детский сад вошёл в программу «Краевое развитие образования», объём – 6 миллионов рублей. Уже распоряжение подписано, начинаем длину. Ноябрь месяц – это крайняя точка, когда он начнёт работать. Людмила Горбенко, как вы считаете? Да мы очень рады, хотя бы и ноябрь месяц. Она у нас, чтобы сдвинулась с мёртвой точки. С надеждой скорее решить квартирный вопрос к Александру Скачёву приехал житель Армавира Дмитрий Люткевичус. Молодого человека воспитала бабушка. Теперь по закону государство обязано предоставить сироте жильё. Власти обещают, новоселье Дмитрий отметит уже в конце года, как только будет достроен многоквартирный дом по социальной программе. Вполне с серьёзным вопросом главе региона приехал школьник из Новокубанска Назар Назаренко. Но когда зашёл в кабинет, растерялся. Александр Ткачёв попытался разговорить с собеседника. Вначале поговорили за жизнь, а потом уже о проблеме. После такой беседы Назар справился с волнением и сразу вспомнил вопрос, который хотел задать губернатору. Я хотел, чтобы отремонтировали музыкальную школу. Там очень хорошая учительница. Посмотри на вас. Да, да, да. Учитель, учителя. Я хочу, чтобы всё там отремонтировали. Они стали, вот, школа стала очень красивая, хорошая. Внутри ремонт делался. У нас сейчас снаружи немножко уже пришёл ветхость. Сумму посчитали мы, порядка 980 тысяч рублей там. На торги мы собираемся выставляться. И я думаю, что в этом году до конца года мы однозначно всё отремонтируем. Ты мне позвонишь перед Новым годом, хорошо? И мы друг друга поздравим с Новым годом тебя. И ты мне скажешь, как там дела. Сделали или не сделали? Большие дяди. Хорошо? Да. Ну, молодец. Александр Ткачёв просит министра культуры, чтобы школу не только отремонтировали, но и закупили музыкальные инструменты. И обязательно фортепиано, как просил Назар. А вот в хуторе Коржевском Красноармейского района, где около 300 жителей, ждут, когда отремонтируют водопровод. Старые уже изношены, часто случаются перебои с водой. Да и качество её не из лучших. До 1 октября власти обещают закрыть и эту проблему. В топе вопросов в этот раз, пожалуй, те, что касаются благоустройства поселений. В станице Кугаейской Крыловского района полмиллиона направят на реконструкцию сквера. В Денском районе в посёлке Агроном впервые за 40 лет отремонтируют тротуар. Вроде бы мелочь, но для местных жителей большое событие. У нас в школу ходит много детей, 650 человек почти, и где-то 4 тысячи населения. Поэтому тротуару подходят и в магазины, и на почту, и в администрацию, и в шум, ну везде. Все вопросы, как правило, удается решить оперативно, прямо в кабинете. Вместе с Александром Ткачёвым на приёме министры Краснодарского края и главы районов. Пустые обещания обратившимся не дают. Сроки исполнения поставленных задач жёсткие, и их всегда лично контролирует губернатор. Евгений Вольский, Евгения Матвиенко, Валерий Пятов, Денис Москаленко и Денис Перец, 9 канал Краснодар.